Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире передача Якутск. Сегодня у микрофона редактор Мария Ким. Со мной та же команда Мария Сумхалырова и Михаил Эверстов. Все мы в эфире. Завтра в Якутске стартует республиканский конкурс. Директор года и пройдет он по 5 апреля. Он является региональным этапом всероссийского конкурса. У меня сегодня в гостях Артемов Олег Валентинович, директор школы номер 36 Алданского района, город Томмот. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Кириллович Федотов, директор Вилюйской гимназии имени Ивана Лаврентьевича Кондакова. Здравствуйте. Добрый день. И Ольга Васильевна Калмакова, абсолютный победитель регионального этапа и финалист всероссийского конкурса, директор года 2023 года, член жюри, уже член жюри республиканского конкурса этого года и директор Мегина Конголасской, директор второй школы Нижнего Бестяха Мегина Конголасского района. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Васильевна, давайте мы начнем с вас. Хорошо. У вас уже есть опыт, вы являетесь абсолютным чемпионом. Как прошло в прошлом году, и вот то, что вы сейчас в рядах жюри. И практически вот вы с вами конкурсанты, которые будут бороться за звание лучшего. Ну, в прошлом году ровно в это же время как раз-таки начался наш конкурс. Ну, если вспоминать, как он проходил, достаточно волнительно. Ну, первый этап, он был такой волнительный, можно сказать, да, потому что все-таки это выход из зоны комфорта. Здесь уже нужно представлять свой опыт жюри. И когда вот столько человек сидит в качестве жюри, так что я вам, дорогие мои коллеги, пожелаю удачи. Ну, конкурс уже начался, да? В принципе, да. Ну, первый этап достаточно был такой. То есть, если этот этап как-то пройти, и когда начинают задавать вопросы жюри, вот это, ну, как сказать, достаточно... Как бы не растеряться до этого момента. Ну, как бы свое волнение нужно унять вовремя. Как бы и уже прислушиваться вопросами, отвечать на эти вопросы. Тем более отметим, что вы были одна. И представляли вы свою школу одна. В сравнении с тем, что в этом году приехала команда-то поплотнее, да, с каждой 27 школ, вы сказали, и по 3 участника. Участники. То есть, 27 команд, управленческих команд, которые представляют и возглавляют директор школы. А уже кто там в его команду входит, ну, это достойные люди, это его команда. Это несколько и облегчает, и в то же время не дает расслабиться. Ну, волнуетесь. Да, конечно. Ну, в принципе, я думаю, то, что так сделали, это очень хорошо. Потому что все-таки за каждым директором есть свои команды. Конечно. Поэтому вообще конкурс дает, я думаю, это точка для роста дополнительно. То есть, получается, не только ты одна растешь, да, а если вот с командой вы вместе пройдете весь этот конкурс, я думаю, это для школы, для развития школы достаточно хорошая школа. Вот Дмитрий Кириллович, да, сказали, что это прям в первую очередь это опыт. Да, да, да. Да, это в первую очередь опыт, и профессиональный разговор, общение с коллегами. Ну, первый раз участвуем, так что мы, конечно, волнуемся. Рядом с вами уже журец. Ну, вообще, сама атмосфера там будет очень хорошая. Во-первых, действительно, вы выйдете из рутины, как бы, повседневной, да, получается, придете и уже увидите опыт других школ. Потому что там же приедут в прошлом году тоже с разных точек, можно сказать, приехали в наши республики, да, и у каждого свое что-то есть, своя изуминка. Поэтому я достаточно хороший конкурс, я думаю. И проходит он, вы участники четвертого потока, так скажем, да? Да, да, да. Он достаточно молодой конкурс. А место проведения где будет? В нашем институте развития повышения квалификации имени Семена Николаевича Донского. Второго. Со второго по пятый апреля. Апреля, да. Но конкурс имеет три этапа, по-моему. У вас только три? А у вас было больше? Пять? Пять этапов. Завтра у нас как бы первый этап. Формула успеха у нас есть. Тестирование. И тестирование. После этого отбирают 10 лучших команд, как бы они финалисты. Потом идут пять. Как бы суперфиналисты. И определяется победитель. Абсолютно. Абсолютная победитель параллельнической команды. Ну, надеюсь, что десятку вы найдете. Как подготовка? Подготовка, конечно, идет. Ну, хорошо, что в этом году управленческая команда у тебя своему. Поэтому по переказу заместителей это делать. Это не надо. Я бы хотел отметить, что заместитель, в моем понимании, несколько такое, не совсем корректное, что ли, слово. Это вот команда. Мы сделаны со своей командой, я думаю, с одного теста. Надышим одним воздухом. Мы команда. Я так думаю, что время одиночек несколько прошло уже. И все то хорошее, и все то, что пойдет на благо школы, страны, республики, это в руках команды. Вот как они сработают, насколько человек, директор, который смог, руководитель, объединить вокруг себя тех людей, которые с ним будут дышать одним воздухом, вот настолько, я думаю, и успешна будет та организация, где собраны эти люди. От этого будет много зависеть, потому что директор все-таки, если, ну что такое, если он должен иметь вес, да, но вес разный, да. Вес, это не те килограммы, которые приходят у нас с возрастом, а вес это все-таки, это авторитет, это доверие, это уважение. А вот эти как раз килограммы, они набираются с годами, с опытом. И как раз вот этот конкурс, я думаю, будет такой ступенью, лифтом для каждого из нас однозначно. Неважно, я думаю, попадем мы в следующий этап, пройдем. Нет, вот мы здесь, мы почерпнем, возьмем лучшее от каждого из участников, от каждой команды и будем двигаться дальше. Вот это вот здорово, я считаю. Поэтому спасибо организаторам, да, в лице Института повышения квалификации и Нины Васильевны Ершовой. Я благодарю свой департамент образования во главе с Хрущей Леной Ивановной и Чмирь Ольгой Богдановной, что они поддержали нашу команду, наше желание выступить здесь, мы здесь. Как пройдет, я не знаю. Ольга Васильевна, наверное, нам немножко может расстроить какой-нибудь секрет и поможет нам. Но все все равно будет зависеть от нас. Поэтому я пожелаю каждой команде успеха. Удачи желать не буду. Удача, дама капризная. А вот успех, это все-таки мечта большее. Поэтому пусть победит каждая команда. Все. Самое главное, это то, что вы все здесь на какой-то момент скооперировались, собрались, обмену опытом, что нового. Да, конкурс, да, будут финалисты, будут лучшие. Но самое главное, что вы каждый уедете отсюда с какими-то новыми проектами, с какими-то новыми идеями. Знакомство. Это же вот коммуникация. Живой разговор. Конечно. Потом где-то какая-то проблема. А почему бы не попытаться решить ее через вот этот круг знакомств, который мы сейчас заведем. Тем более, это ладно, я, да, самый зеленый, судя по всему, среди всех участников. А, ну вот есть Дмитрий, вот есть Ольга Васильевна. Я думаю, они с удовольствием поделятся каким-то своим опытом решения той или иной проблемы в будущем. Если на то возникнет какая-то просьба, допустим, от меня. Конечно. Поэтому это здорово. Хочется пояснить в этом моменте, почему вдруг вы зеленый. Ну, потому что вот мы здесь немножко пообщались до эфира. Вот, Дмитрий, 17 лет. Вот 17 лет, это вот вы практически закончили заведение. И сразу школу в качестве учительской культуры. Ну, я начал с Верхоневского гуса, село Харбалах, в качестве учительской культуры. Потом в 2004 году перевелся в родную школу, 2-я Кулецкая. Тоже учитель физико-культуры, физико-культуры и технологии. Потом в 2010 году был назначен директор данной школы. Но вначале было очень сложно, так как моя родная школа, мои учителя... Ну, там уже вы по таким контролям каждый день. Ну, вовремя собрали свою команду из числа педагогов. И пошла работа как бы. Вы вот сколько лет на должности? Я на должности полтора года. Но педагогический стаж у меня 31 год. То есть я по окончании Хабаровского института физкультуры в 92-м году приступил к работе. Начал свой трудовой путь я на БАМе. Это небольшой поселок Алёк Монтындинского района, где я отработал год в качестве учителя физкультуры. И дальше организация, в которой работала мама, переехала в Якутию. А именно в город Томот, где они строили большой завод, поселок для рабочих. И, соответственно, я вот с 93-го года живу в Якутии, в городе Томот, где я начал свою трудовую уже деятельность в Томоте в 36-й школе. В общем-то, где я сейчас работаю в качестве директора. Отработав там 16 лет, я сам, имея специальность тренер и учитель, мне предложили, открывался филиал футбольной школы, я перешел на тренерскую работу. Вот отработал там 11 лет. И вот по воле судьбы появилась вакантная должность, где я принял участие в конкурсе на замещение этой вакантной должности и вернулся в ту школу, где я начал свой трудовой путь. В общем-то, где закончили мои две прекрасных дочки эту школу. И вот сейчас я там... В родные стены. Ну, можно сказать, да. Ну, в новом статусе. Ну, чуть-чуть от конкурса вернемся в этом моменте. Какие-то новые введения, там, что-то, критерии. Потому что, я так понимаю, в прошлом году-то вы по одному защищали образовательные учреждения свои. Ну да, в прошлом году конкурс так и назывался «Директор года». То есть не командная работа, как бы, да, в качестве. Там один участник приезжает и представляет свою школу, например. Было так. Но вот, услышав тестирование, точно так же было. Формула успеха точно так же была. Это был тоже первый этап. И после этого тоже вот выбирали 10 человек. Ну, вообще, от конкурса я, например, ловила, как бы, сказать... Какие есть. Ну, какие-то вот такие очень хорошие, можно сказать... Воспоминания, сейчас они же у вас рассчитываются. Вы и дружите, наверное, да? Да, мы дружим. Группа сохранилась. Да, у нас группа рабочая есть, она сохранилась. А нынче тоже должны приехать, помогать конкурсу в виде волонтеров. Там еще кого-то приедут. Как бы фокус группы. И плюс к нему, там, где в Москве мы участвовали, эта группа тоже. Она вообще, можно сказать, как бы вообще живая группа. Там общение сиюминутное, ежедневное идет. Приедут из Москвы. Ну, приедут прошлогодний. Абсолютный чемпион. Абсолютный человек. Директор школы. Победитель Алексей Николаевич Макрушин. Он в то время, когда участвовал, он был из города Калуги. И позапрошлогодний абсолютный победитель Павел Семенович Терехов. Он тоже приедет. Как хорошо, он прям в Якутию, да, приедет? Приедет, ага. Журить. Журить. Я сейчас с вами. Ольга Васильевна. Так что, я думаю, ловите момент, потому что все-таки, ну, вообще, я думаю, от конкурса нужно брать все, что можно. Потому что, ай, прямо вот так, не надо ходить там, в мысли свои уходить, нужно там общаться, разговаривать. И как-то вот так. Тогда, я думаю, у вас будут успехи. В программе будут мастер-классы, где? Ага, мастер-классы, победители будут. Как раз победители мастер-классов? Ага, всероссийского конкурса. А, вот тоже. А, Владимир Семенович и вот Алексей Николаевич. А, бы распространение опыта, мастер-классы. Прошлый год не победители. Покажут мастер-класс, а не свой мастер-класс покажут для наших директоров. Ну, это здорово. Ну, потом надо будет еще опять снова встретиться. Передачей рассказать, да? Даже как прошло все. Да, как прошло у тебя. Как прошло. Как они участвовали, скажем, да? Мы так волновались. Печатения. Ну, и наши, например, Николай Накентьевич Бугаев такие хорошие вопросы задает. Так что будьте готовы пообщаться. Ну, если мы дойдем. Если мы дойдем. Нет, он и на первом конкурсе. А, он и на первом. Так что будьте готовы. Это уже практически подсказка. Ну, это вот завтра будет, да? Это уже завтра будет. Это уже интересно мне будет журить, потому что это все-таки же совсем другой статус. Это уже новая у вас роль будет. Новая точка для развития тоже. Да. Надеюсь, сегодняшних ваших тоже собеседников. Отлично. А все вот эти вот команды уже потихоньку приезжают? Конечно. Ну, наверное. Я чувствую, как они волнуются, да? Все-таки же каждый представляет не только свою школу, а получается представляет свой луз еще. Это такая большая ответственность, да? Да. А подготовка? Вы вам просто сказали, и все, едете и побеждаете. Ну, видео у вас есть? Да, есть. Ага. Потому что там как бы... Видеопрезентация на три минуты. Как бы это получается... Сперва видео показывают, а потом уже свою работу там уже дополняешь своим рассказом. Это на форму успеха, да? Да, на форму успеха. А тестирование как? Онлайн, да? Нет, тестирование. Сидишь в компьютерный зал, заходишь, и сразу там за 40-45 минут. Перемь на какие вопросы? Ну, вопросы практически все. Вот как раз-таки пять направлений, и все. Там и воспитание, нормативно-правовая база. Все там есть. Директор школы практически будет рассказывать ту свою практику, которую он проводит на базе своего образовательного учреждения. Да, называется формула успеха. То есть самое, которое вы думаете, что оно... Та вот линия какая-то... Направление. Да. Что-то у вас есть, которое вы так... Интересное, которое можно бы транслировать для других образовательных учреждений. Мы надеемся, что у нас что-то есть то, что нас немножко, может быть, отличает от какой-то другой образовательной организации. Это в любом случае, мы же не сиамские близнецы. Да. Мы живой организм, который у каждого, каждой образовательной организации есть свои проблемы. Естественно, это накладывает свой отпечаток на то, как она выстраивается и взаимоотношения, и то путь, по которому она идет. Он индивидуален, он свой, и нам есть чем поделиться. Я скажу так. Формула успеха. Да, так и называется. Ну, у меня как бы секрет. Я никому не скажу. Завтра покажем, расскажем. Свой опыт. Да, свой опыт, да. Ну, гимназий же. Ну, ответственно. Гимназий имени первого открывателя Синтийского ковчика. Ученого с мировым именем Ивана Анатольевича Кондакова. Уроженец города Юриского. Там свой опыт тоже есть. Он в 2010 году открыл лабораторные условия, синтезировал каучук. Первый каучук. Первый в мире. В мире. В мире, да. Вот я всегда знала, что в Якутии самые лучшие. Ну, тут уже вам надо как-то не сдать же позиции. И что-то тоже петь. Ну, если сказали секрет, то, Англа Васильевна. Нет, нам придется потом встретиться, потому что очень интересно стало в этом моменте. Как раз таки, да? Да. В чем же был секрет такого успеха? Тут уже, наверное, синтетически еще что-то там. Проекты расскажем, наши направления. Есть, конечно, что вам рассказать, безусловно. Ну, в каждой школе есть. Да, безусловно. Но самое главное еще, что рассказать, потому что все-таки направлений-то много. Да. Ахвата много. Что можно? После рекламы мы продолжим нашу беседу. А сейчас буквально на 4 минуты. Перерыв. Добрый день еще раз, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы с моими собеседниками говорим о конкурсе, республиканском конкурсе директора школы, который является региональным этапом всероссийского конкурса. У меня в гостях Олег Валентинович, директор 36-й школы Алданского района города Том-Мот. Да. Дмитрий Кириллович. Здравствуйте еще раз. Ольга Васильевна, абсолютный чемпион прошлого года. Добрый день еще раз. Ольге Васильевне, я хотела поинтересоваться. Вы сказали, что вот конкурс молодой, четвертый поток, это получается конкурс директор школы стартовал в республике у нас... Четыре года назад. Четыре года назад. И до этого прям по одному участнику сперва представляли, приезжали. Да, да, да. Первые три года, получается, участвовали только сами директора. Ага. А с нынешнего года уже управленческая команда как бы. Ага. И в России точно так же. То есть, получается, конкурс достаточно молодой. И мне повезло, что в прошлом году я участвовала в год педагога и наставника. Да. Потому что год был прям такой знаменательный. И то, что действительно, что я сказала. Я тоже без конкурса в Лусе. Получается, мне уже позвонили. Езжай. Можете ли поехать? Ну, защищать честь нашего Луса своим вот... Ну, участвовать на конкурсе. Ну, я, скажу, ты чемпион. Да, я, слава богу, сказала да. У нас телефонный звонок. Вопросы от телезрителей, радиослушателей, наушники. Одеваемся, да? Хорошо. Алло, здравствуйте. А, здравствуйте. Это Валерий Иванович Англазский Лус. Ага, здравствуйте, Валерий Иванович. Ага, я вот такой вот редко встретишь, хочу сказать. Под момент попал. Столько директоров, все вместе сообразились. Спасибо. Ага. И не всегда такой встретишь. Вот у меня вопрос такой. Я несколько раз задавал так-то. И министерство образования, и то, и это. Ну, а это люди, я считаю, самые кровные. Те, кто в корне знает вот эту работу, вот это чувствует. Вот сейчас я слышал. И у меня вопрос такой вот. Сейчас же время изменилось. Вы сами знаете. Новые технологии, время поменялось. Интернет, новая цифровая экономика. Цифровизация сильно прошла. Гугл, Алисы. Ну, дети здорово образованные сейчас. Вот, я думаю, 50 на 50, однако. Что в школе, что вот сама подготовка. И вот сроки я, вот по срокам хочу вас спросить. Принято же было 11 классов. Это в каком году было принято? Когда и радио-то не было, наверное, приняли 11 классов. И вот сейчас срок нельзя изменить. Вы как смотрите? В России что-нибудь слышно или нет? Чтобы до 9 класса доучить, а там профессиональное образование дать. Два года-то зачем они? Мне кажется, вот эта наша технология погашает вот это все своим сейчас, ну, февроризацией. Как вот на это вы смотрите? Интересно. Маленько срок убавить детей, чтобы они 9 учились, а потом стали профессионалами, работали. Потому что 11 классов кончат, и кто не поступил, те остаются без работы. Вот в чем дело. Если кто не смог, вот после 9. Спасибо большое. Вам спасибо за вопрос. Срок обучения же говорили. Ага, вот про срок обучения, почему нельзя сделать 9 классов? Вот по вашему мнению, зачем? Есть у нас федеральный закон. В федеральном законе сказано, что мы должны обязательно в порядке обучать детей до 18 лет. То есть и родитель, и школа, все мы обязаны обучать детей до 18 лет. Ну, единственный вопрос, после, например, 9 класс они заканчивают, будет им только 16 лет. То есть 2 года они должны обучаться, если не в школе, то в колледжах. Ну, честно говоря, действительно, если сравнивать нас, я, например, 16 закончила. И ничего. И ничего. В принципе, да. То есть и в то время было, да. А вы рано в школу пошли или в 9-ом закончении? Нет, нет. Это я 11 класс закончила, но мне было 16 лет. Ну, мы попали, наверное, я, может, попала в перестройку, когда мы, если сейчас мы обучаем детей начальную школу с 1-го по 4-й класс, мы учились с 1-го по 3-й класса. Да, кстати. И как раз, когда вот шла перестройка, я из 6-го класса сразу стала 8-й класс. То есть 7-й класс как бы не обучилась. Ну, там у нас как бы, ну, такое было, кто захватил, может, помнит. Нет, ну, я тоже захватил 1-й и 3-й класс, и 8-й класс мы заканчивали, получали аттестат, и, ну, так как сейчас после 9-го. То есть в этом, ну, только такое изменение, 8-й, а сейчас 9-й. Было 10-й, стало 11. 11-й, да. Да, но вопрос радиослушателей, это в чем? Они быстро растут. Заканчивают, да, они сейчас быстро взрослеют посредством, естественно, технологии улучшаются, но они имеют право выбора. И после 9-го класса они могут, успешно закончив и получив аттестат, пойти в среднее специальное учебное заведение, получить среднее специальное образование, естественно, и уже можно приступать к работе, если на то нет желания улучшить себя и поступить в высшее учебное заведение. А уже 10-й, 11-й класс, это уже в большей степени профильные классы, это уже идут туда дети, которые себя уже изначально готовят к поступлению в высшее учебное заведение по выбранным направлениям, профессиям. Они выбирают тот профиль, в котором они себя видят в будущем, поэтому здесь у ребенка есть выбор. Нет, а он, кажется, спрашивает, например, у нас же мы должны обучать до 18 лет, а он спрашивает, 16 лет закончили, и что поступил, у него была возможность поступить в высшее учебное заведение? У него есть, но только при одном условии, сдав успешно ЕГЭ, и получив аттестат, и поступить. Он спрашивает же, в законе могут ли пойти изменения, чтобы обязательное обучение было до 16 лет, а не до 18. Про это спрашивают, я так поняла. Я вот тоже так поняла. Дмитрий Кириллович, у вас какая позиция по этому? Ну, я соглашусь со своими коллегами. Сейчас, как бы, мы это руководственница федерального закона образования. Сейчас у детей, учащихся, есть выбор. После 9-го тоже получив аттестат. Любой в колледже могут поступать по оценкам аттестата, и получить первое профессиональное образование. Ну, Олег Валентинович, так вот так хорошо сказали, у ученика есть выбор, у ребенка есть выбор. Ну, иногда же родители. Нет, ну, вот здесь, да, это семья. Ну, у вас очень хорошая позиция, как ребенок решит. Настоящий директор школы. Нет, ну, я от себя говорю то, как было у меня. То есть, мои дети осознанно делали выбор, в который я не... Ну, так совпало. То, что они выбрали, им это надо, они это хотели, они к этому шли целенаправленно. Я и супруга не вмешивались. Да, мы им помогали в этом, естественно. Но мы в них не решали свои проблемы. Мы не замещали в них себя, не реализованные какие-то... Свои мечты. Свои мечты, да. Они выбрали свой путь. Плохо он или хорош покажет время, но они идут по нему. И мы им, естественно, подаем руку и помогаем. И, конечно. Ну, правильно. А сейчас некоторые родители подчастую завершают судьбу каждого ребенка. Да. Они сами выбирают, они сами смотрят на будущее своего ребенка, кем он хочет быть, какой профессии уходит. Ну, правильнее всего, наверное, да, вот так вот. Ну, родитель должен быть поддержкой. Это правильно. Потому что... И помочь, например, найти себя. Сейчас же много есть таких, где может ребенок, например, проявить себя. Слишком много. Это в наше время мы знали, что есть профессия педагога. Юрист. Даже не педагога, а учителя. Врач. Врач. Юрист. Шофер. Продавец. Водитель. Ага, например. Да, а сейчас же очень много. Очень много. И возможностей у нынешних детей тоже очень много. То есть родителям и детям, и вообще всем педагогам мы должны быть информированными и успеть дать всю эту информацию, передать нашим детям, чтобы они нашли себя. Возможностей очень много. И сейчас уделяется, кстати, очень много внимания. И у нас есть четверг, да, где мы говорим о профориентации. О том, чтобы у ребенка еще больше где-то подсказывать, что есть вот такое направление, есть такая специальность, чтобы он мог ориентироваться в той массе профессий, которые сейчас есть. Естественно, ориентируясь на заказ государства, да, что сейчас нужно какие-то особо востребованные те или иные специалисты государству, как-то в инженерии, технологии, все это нужно. Поэтому сейчас об этом больше еще доносится информация до детей. И мы же учителя, нам все равно как-то в любом случае каждому, я думаю, из здесь присутствующих кто-то приходил, жаловался там о какой-то перволюбви, о какой-то проблеме и, естественно, о выборе профессии. И здесь, если родитель решает за своего ребенка, здесь можно получить обратную реакцию. Ребенок может сделать что-то, пойти по пути выбора родителя, а потом этот родитель получит упреку. Вот вы же хотели, вот получите. Но это не мое, я вот хочу вот это вот. Поэтому здесь сложно. Поэтому, да, я считаю, что здесь выбор приоритет, выбор ребенка. В первую очередь. Это вот говорят директора школы на минуточку. Вот я вот в свое время в Валекунске закончила школу номер один имени Яковлева. И я так благодарна своими учителям, особенно директору школы, он тогда был Кукса Борис Иванович. Они тогда нам профориент, 90-е годы, это развал, да, практически там все взяли. Ну, все образовательные учреждения, школы, я помню, держались, и у нас в школе секретарь-машинист обязательно. Хочешь готовить, иди, идешь, готовишь там, да. Хочешь идти делать стулья, идешь и стулья готовишь. Вплоть до того, что было авто... Автоделы. Ну, автомеханика. Вот самые умные мои одноклассники каким-то потоком туда пошли, а я пошла на секретаря-машиниста. И девчонки пошли, и они там обучились, получили сертификаты на минуточку 97-98 годы. А потом получили, школу закончили и пошли, сдали на права. И уже у них 18 лет практически были водительские удостоверения. Это вот профориентационная работа же тоже. Шофер, да? Особая благодарность, вот, несмотря ни на что. Какие бы перемены там за пределами стен школы, там, в режиме, что-то не менялось, вы держитесь, и на вас практически держатся образовательные учреждения, а самое главное — судьба наших детей. И вот сейчас конкурс «Директор школы» определит, насколько... У нас учителя на-на-на, и мы должны были продолжить. Я тоже, как бы, продолжение ждала. Окей, я вам всем желаю успехов, Ольга Васильевна. Спасибо большое. Вы уже представление имеете о своих коллегах. И практически, ну, не скажу, что нам плюс один балл, но... Увидите Ольгу Васильевну в жюри, уже вам на лоце перестанете. Уже номер сохранили. Да. Ну, у нас буквально практически сейчас к финишу мы идем, и хотелось бы пожелание для своих коллег, для тех, кто приехал, поучаствовать, для организаторов с Ольгой Васильевной. Ну, я пожелаю коллегам, которые приехали участвовать, моим коллегам, которые сидят со мной здесь. Ну, действительно, успеха. Берите от конкурса все, потому что сам конкурс, это, во-первых, очень хорошая атмосфера, во-вторых, вы будете общаться со своими же, с такими же проблемами, с такими же, ну, идейными людьми, то есть с директорами, потому что управленческие команды или директора собираемся не всегда. Например, мы собираемся, например, ну, в своем Олусе, например. Да, тут, получается, полностью вся республика соберется, и у каждого там действительно бывают очень хорошие идеи. Ну, пусть этот конкурс будет таким же светлым, хорошим. Получайте очень хорошие эмоции, и обратно домой поезжайте с хорошим багажом. Ну, и Институт развития и образования и повышения квалификации, я пожелаю удачи, чтобы конкурс прошел на ура, потому что всегда все конкурсы проходят очень хорошо, и надеюсь, что управленческие команды тоже получат такой же хороший багаж. Я хочу выразить огромную благодарность организаторам этого конкурса. Ну, завтра мы первый раз участвуем, и организаторам нашему институту в лице директора Юрия Михайловича, в лице Нины Васильевны. И я хочу выразить благодарность своему управлению и образованию, в лице начальника Натальи Михайловны. И коллегам хочу пожелать успехов, конечно, успехов. Ну, каждый конкурс дает каждому участнику как бы старт к новому, и хочу, чтобы у нас был состоялся такой диалог, профессиональный, живой разговор. Ну, замечательных со 2 по 5 апреля. Да, я присоединюсь к словам коллег. Хочу выразить огромную благодарность институту повышения квалификации в лице Нюргуна Михайловича, Нины Васильевне, руководителям своего департамента образования, Елена Ивановна, Ольга Богдановна. Мы держимся, мы не уроним честь Алданского района. И коллегам пусть победит лучший, пусть победит сильнейший. Ну, а Ольга Васильевна, вам беспристрастного, хладнокровного судейства. И пусть выбор будет честным, и все будет так, как каждый хочет из нас. Спасибо. А вот и как судьба вдруг повернется, да? Может быть, уже в следующей нашей передаче Дмитрий Кириллович или Олег Валентинович придут уже и будут оказываться абсолютными чемпионами 2024 года. И будут составе жюри. Я вам всем желаю успехов. И чтобы, конечно, все то, что вы... Вот в этом моменте я могу сказать чисто вот от себя. Главное — встреча, да? И вот этот вот обмен опытом, практиками. Ну, вот успехов. Спасибо. Спасибо. Все, до новых встреч. До свидания.